Моя Родина Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь Как невеста, так и ягодыка Моя Родина Сибири Сейчас переходим к следующей теме Так еще можно было бы войску Тут еще разговоров будет Наверное даже несколько Но тем не менее Я от этой темы не отказал Дядь, почему Осень вернулась Снегу довалило По всей России, кругом паника А теперь где этот снег А вот именно Поэтому мы сейчас Идем Сюда, вот здесь мы остановились Так, тоже успели поговорить А вот это очень-очень важно Вот это будет Таня Как Таня пошла навстречу Как она рискует Ведь когда у этой дамы половина будет сухих верхушек А может и все И целиком погибнут Что неизвестно Как посадят Сколько там до зимы осталось Корни-то голые А потом напишут А вы такая-сякая Вас не можно встретить Я вам показывал схожесть у косточек А ведь Пусть один в год В среднем один год Обвиняют, что Они у меня замерзли Здесь понять не могу Где я могу их заморозить Не одного дня Примерно совой температурой На то время За эти три года Пока я их храню Год, два или три Ну и так далее Все равно Таня будет виновата Когда они окажутся Полузасохшие Вот что ее сделать Те две дамы Да, это в принципе Кто-то мял эту Помял Не беру все И плевать, что у него это почта А мучиться Тане Нерву Тане Распаковать Опять прикопать Потом весной опять отправить И не гарантия, что почта опять не забракует Нет, нет Она не забракует Вот Боже мой Какие люди Идем дальше Вот тут мы остановились Вот Это Тема посылочия Я не закончил Вот эту посылку Отправлял я С Юлей Это у меня было С прошлого Попросили Саженицы Десять косточек Персиковые Персик саженцы Десять косточек Получилась отдельная посылка По-моему Я не ошибаюсь Мы вот этот Отрезанное Положили Чтобы видно было Кстати Его можно привить Вот это вот Да, рановато Ну Мороз-то был Листья упали Рановато, конечно Он толком-то не уснул Саженец Хотя Листь с него уже упал Если человек захочет Он может Вот это Вот это Еще привить На что-то Увеличить Размер своего сада По количеству А вообще Вот столько Отрезается Потому что Корни К сожалению Калечатся Теперь Еще тема Потому что У меня тут Это А железок Против глиняной болтушки Вот я взял Вот так написал А он слышал Звон Давайте Давайте Пояснять Когда железок Против Когда зал Итак Глинная болтушка Изначально Была Когда Макают Густую глину Чтобы Корни Обрасли Этой глины Ну Потом Еще Что-то Заворачивает И Отправляет Она Нужна На Пересылке Потом Это Дальше Уже Эти же Люди Которые Слышали Звон И про болтушку А что там не знать Берешь Макту Они продолжают Учить И так Болтушки И садить А они Изначально Смысл Не поняли Для чего Только Для перевозки Чтобы Корни Не сохли Глиняная Болтушка Так и Называется Получили Распаковали И Помыли Отмыли От этого Глины Почему Когда Вы садите Глиняной Болтушке Это ужас Когда Корни Вот так Вот Сторечка Не успеваю Я ничего В этой жизни Показать Вот Столечка Вот Там Метровый Саженец Вот так Вот Натуральное Величину В этой Болтушке Корни Все Куча Собраны И Обмазаны Еще И подсушены И она Вот так И держится Вот такая Вот Вот такая Вот Это ужас Распрямить Подержать В воде Чтобы Запилась Воды И Садить Вот Так Вот Так Вот Так Садить Вот А то Железо Против Болтушки На перевозке Да Для посадки Нет Вот Еще Чего-то Научились Видите Так Мне Нужно Пойти На кухню Подлить Воды Зато Вдохнуть Вот Мне Сегодня Очень Очень Плохо Да Я пропускать Не могу Я знаю Чего пропустить Потом И тех Кто Меня Слушает Уже Не соберешь У нас Меньше 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 Вся Моя Надежда На то Что Когда-то Это Все Будет Исправлено Один Звонок Самому Верху Помочь Железову Распространению Тут Ж Сколько Появится Этих Самых Помощников Все Чиновнич Орать Все Королевские Орать Туда Скорать Да Вот Выход Какой Доказывать Чтобы Боже Укажем Собой Забить Пошел На кухню Жду Но Путину Мои материалы Не показали Лукашенко Мои материалы Две посылки Добротные Диски Фильмы Фильмы Избранные На дисках Книги Ничего Не показали Вот В окружении У них Не оказалось Путин Не обязан Это знать Лукашенко Не обязан Это знать Они Дарики Настолько Если Вся Академия Наук Десторг Не знает То Что Я Проповедую Откуда Они Могут Знать Ждем Когда Случайно Как Знаете Ручеек Пройдет Толще А вдруг Что-нибудь Там Золотин Ковым Я Была Толще Продолжение следует... Продолжение следует... Многие боятся опоздать. Некоторые... Давайте деньги сейчас или нет. Я себя очень плохо чувствую. Я могу взять деньги, а высадить я не смогу. По здоровью. Поэтому... Значит, я просто покажу, чтобы облизнулись. Вот так выглядят деревья специально. Это груша. И я хочу сделать акцент не на сорте, а на том, какая у неё форма крона. Смотрите, низ нормальный? Нормальный. Вверх. Видите? Даже привитая груша пытается сохранить вертикальную крону. Страшнейшую ошибку совершила вся советская наука, вся российская современная наука. Все академики, кандидаты, чуть не сказал депутаты. Все, 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 все. Все студенты знают, что это густо, надо проезжать. Это специально запущено. И как раз есть повод поговорить о том, что желание груши расти вверх связано с какой-то особенностью. А о том, что эту особенность разгадал на планете только один человек живет, об этом, к сожалению, официально наука не знает. Перестраиваться не собирается, естественно, потому что для этого надо знать, что первая задача вертикальных веток, естественно, листьев, особая форма листьев, наклон листьев, защита штамба от вымокания груши родилась в сухих странах. Это я вычислил умозрительно. Не будучи в этих странах, я не знаю, где настоящая родина. Вот это не яблоня, это не абрикос, везде все по-разному. Все свести к тем, что везде на рисунках даже не пишут яблоня, груша или абрикос, не пишут, а просто рисуют. И это Тимилетовская академия, самое примитивное объяснение. То есть вот они, 9 веток ключников, которые надо уничтожить, потому что это то, что груша из тех мест, где наоборот надо загущение, или как минимум вертикальные ветки. Об этом они не знают, учат не тому. Их эти самые выпускники потом распространяют странное знание. Вот берем в середине чашу, вырезаем, тогда солнце будет попадать, изгноит, солнце будет попадать и дождь будет попадать, и стоит штамп. Я уже 10-20 фильмов сделал, конца не видно. А эту фотографию я воспользовал вдвойне. Вторая тема, это приближается время, когда я буду резать черенки. Цены поднимать не стала. Ну, вы видите теперь, что за груша. Правильно, сварок. Эта грушка отращалась под снега, я ее хотел вам показать. Я ее попробовал, знаете. Вот к этому времени уже такая сладкая, почти не уступает этим прославленным грушам моим. Почти не уступает по вкусу. Но это надо было лежать до снега и под снег все попасть. Так, Тимофей Николаевич, мой внук. Раньше был Тимофа, я привыкаю его звать, как бы я взрослый. Когда он вырос, он стал такой серьезный, перестал улыбаться, что меня очень даже, что меня очень даже беспокоит. Вот, очень серьезный. Вот. Покаял, фамилия Мутовин. Пока. Надеюсь, не всегда он будет мутовином. Я объяснял ему, его маме, фамилия должна кормить. Вот. Я еще про одного рассказываю. Говорю без фамилии. Вот. Я еду через Сизуев. Возле подъема на мост. Мальский мост. То есть, где машина, он же транспортная. Вот это же и без Мальска, это же и транспортный мост. Мост через Енисей. И вот он, стоит, машина, и этот самый, и прицеп. Полный прицеп саженца в горшках. А я возвращался из деревни. Это было пять часов вечера. Вот. Он целый день продал. Один саженец. Вот и так никто ни хрена покупать не может. А потом вспоминаем, для чего нужна звучая фамилия. Вспомним два моих фильма. Один был снят на диком рынке. Этих самых. Не саженца, нет. Плодов. На диком рынке. В червушках снят. Вспоминаем. Подхожу. Вы меня же еще помните? Да, Олег Косинович. Дальше был разговор уже. Да, в том числе и про обрезки, и про все. Про те проблемы, которые волнуют и продавцов. Фруктов в том числе. А второй такой же дикий рынок, только чуть поменьше. Поселки Сизая. На той стороне они все. И опять. Здрасте, Железову не забыли. Валерий Константинович. Ну, вспоминаем. Я же эти сцены заранее не под недурой, не репетировал. Вот так вот было. И что только? За осень к Сергею приезжало. Вот 10, это хорошо, если 10. А у меня 15 лет назад. Каждый день по 10 машин приезжало. Осенью по 5, весной по 10. Каждый день. А тут вообще полно это. Люди просто перестали заниматься. Ну, а здесь, на этой фотографии, посмотрите, видите, там вода. Это значит, я не просто там воды налил. Я ему сказал, садить будет всплывшее. Абрикосы всплывшие выбрасываю. Браковка четкая там идет. Если всплываю, сразу даже проверять не надо. А вот обрегивание персики, тут я не знаю, 40 лет как занимаюсь. То есть, если персиками, персиками 30 лет. Я до сих пор не знаю, всплывшее сходит или нет. Надо будет как-то спросить моего украинского друга-земляка. Валерий Александрович, может, ты знаешь. Ну, тут я не выдержал. Ребенку же сидеть дома с телефоном. Сколько можно? Ресаде. Отбраковали. Всплывшее посадили. Так. Под один из фильмов. Там в фильме я сидел на камушке на берегу Енисея. И рассуждал, что когда-то Латинков значит, мне пытался помочь решить загадку. Енисея, Царство Небесное, какую загадку? Почему я, который должен был умереть не полных 40 лет, до сих пор жив? Ну, я объяснил почему. Я создал себе не просто купание зимой в Енисея. Температура зимой плюс один. По заберегам тоже лед, а на течении плюс один. Вот. А я еще и себе особо условия создал, чтобы вот сейчас или умру, или вылечусь. И так день за днем, день за днем кто-то с неба нашептал, потому что нормальный человек в таком состоянии никогда не полезет воду, как я. Только полотенце подошел, залез, поплавал, вылез, оделся, стучал зубами. Вот. И тогда я понял, что я здоров. А до этого я умирал каждую ночь. Кто знает, кто знает, что такое умирать каждую ночь. Во что превращается в жизнь. И помощи никакой от медицины. А вот что касается Латинкова он сказал, а вода падает с высоты 200 метров. Она наверняка особо заряжена. Может еще и это. А я еще и пил эту воду. Сырую, причем ее. Кипятить это испортить, сами понимаете. Как-нибудь я вам еще расскажу, как можно специально делать с помощью заморозки дистиллированную воду и лечиться ею. Но это будет другое. Я еще не готов к этому разговору. приходите к следующему. Ключайте компьютеры, телефоны ровно через неделю. Я вам покажу что из него здоровых людей прибавится. Вече пойдет о заморозке и разморозке воды. Любой воды с под крана. Показывают по телевизору. Ужас! Вонючая вода с крана. Коричневая вода. И всем плевать. Помните там Дальний Восток построили за огромные деньги спорткомплекс чтобы лизнуть сами знаете кому чего лизнуть. А с кранов текла грязная вода. Тури включали показывали. А на это денег нет. Вот и пожалуйста. Напился грязной воды и пошел качать мысль. Так вот это данность. А здесь когда человек увидел что я сижу на берегу и разговариваю вот а вода если говорю что вода зимой не замерзает он спрашивает почему зимой не замерзает если ключи сильные или ключи или течение мощное. Иртыш лоб чулы можно сказать такая самая вода лето метр и толще зимы. Ну значит на Иртыш оно обидно чулы нет ГЭС Объясняю это очень важно потому что ну например кто-то из вас завтра скажет мы вспоминаем когда рубрика домик деревни есть у меня такая я и фильм снимал и статьи причинят смысл домик деревни живи хоть в 50 этажном доме кстати вот чем выше тем опаснее вот помните мои уроки видите фильтры вот это от этого от от этого от противогаза коробка фильтрующая ребят если бы они были в каждом доме из 10 человек 9 бы спаслось потому что они погибают не от открытого огня во время пожара высотные дома а от дыма то есть они просто задыхаются насмерть а потом их оттуда вытаскивают целеньких целеньких понимаете подъезжает скорая само собой скорая подъезжает пожарная вытаскивает а на нем нет этого самого ничего не дымится а он мертвый поняли да где хотите доставайте особенно в исходных домах тогда спасетесь так вот слушайте дальше почему почему я об этом сказал потому что где бы вы жили даже в шикарнейших домах апартаментах вот у вас деревня лучше бы в Сибири иметь домик я про один домик вам расскажу в следующий раз это очень важная тема потому что я все что делаю я делаю не зря еще заинтересую вас одной проблемой сейчас поймете вот и так живите на здоровье пока ну знаете что может быть в течение года война постепенно идет на север и на хвосток вот почти приближается к этому к Уралу вот и тогда получается что логично за Уралом иметь участок так теперь где иметь сейчас можно пойти на Иртыш у вас будет домик он будет в глухой деревне довольно довольно комфортный может быть даже не обязательно если ты миллионер тебе не обязательно разовлюху брать за 100 тысяч ты можешь брать за миллионы пожалуйста это называется запасной аэродром ну а если ты простой человек портной или там этот парикмахер вот но все-таки возьми и купи в Сибири домик и к нему участок пусть заросший весь потом распахаешь картошку посадишь когда заполыхает весь запад Россия и запад и тогда надо подумать а где именно а у нас есть микрозоны я издаля начал но я закончу сейчас вот а у нас микрозоны а что такое микрозона микрозона это значит что есть газ братская она расположена на ангаре помните ля-ля-ля-ля по ангаре песню помните вот две расположенные гигантские это Красноярская газ и Сайна-Шушенская на Енисе расположены есть еще поменьше но эти главные и везде микроклимат то есть плотины падает вода с огромной высоты и не только потому что течение мощное дальше оно обычное как просто обычное но выше плотины скапливается гигантское количество большая толщая воды так все лето а в Сибири вы понимаете что в Сибири теплее чем в России европейской лето теплее нет а вы теперь будете знать а то там думают Сибирь замерзаем да мы летом подыхали пожары и в это время Енисей выше плотины а там высота 200 метров он впитывал себя это толщая воды впитывала тепло энергию тепла а потом она падает через турбины и пока она заходит до замерзания проходит 100 километров ниже она вообще не замерзает будет по закраинам где течения может быть такая корка да и везде на этом протяжении что мы имеем мы имеем микрозону вот и здесь можно и чуть-чуть не так мерзнуть но это немного это 1-2-3 градуса вот чуть-чуть может быть даже попрохладнее чем дикая жара подальше там если километр отойди от Енисея от этого не загадай что там уже жарче даже будет вот и наконец мороз сатрувать понимаете у меня же как мы живем в Приморье ну и там забыл какая Приморье какая-то деревня господи Приморье это там незамерзающий океан там наверх теплее нет у нас минус 50 бывает а у меня не бывает это такое чудо когда раз сто лет там может быть минус 50 а там бывает а почему а у нас это самая накопленная вода делает так что исчезает граница вот такие то есть нет уже там плюс 40 и там плюс 45 а потом минус 45 чуть-чуть чуть-чуть как бы в каких-то рамках держится погода вот куда я вас зову теперь я объясню у вас лед метр а у нас вообще нет льда и там север и тут север и там мороз и тут мороз накопленная за лето тепло падает а сам только после нового года после нового года только замерзается сам этот водоем а то и в феврале имеется ввиду то что выше плотина имеется ввиду самовозохранилище извините я по другому рассказывать не умею я не вектор так что мы имеем еще пол часа надо а вот время от времени возвращаются к этим самым дело в том что от них избавиться невозможно и уже никто не это с интернета не ликвидирует команду такую не получали и вот что получается смотрите вот это команда так называемых фей вот они значит сейчас берут пишут вычесываю старую траву прокалываем билами газон повторяюсь но я вынужден повториться первым делом посмотрите на эти яблони под ними почти нет листьев они полумертвые у меня глаз набитый так вы даже не поверите смотрите крупный план они побили то что осталось они все ветки поотрезали вот до такой высоты это абсолютно больные яблони листвы не дали внимания внимания посмотрели на эти яблони вот это вся листва все вот даже тем несколько там наверняка с голоду они разбежались эти из-под больных деревьев черви но даже вот это у них были вот это это грабеж это караул это глупейшая глупость они назвали это вычесыванием травы нет подлее в саду есть такие приемы есть вредные есть полезные да это понятно есть смертельные я кроме слова подлости ничего не мог другого подобрать вы что сделали там же черви живут это их пища а с помощью червей это пища дерева они бы еще пожили вы зачем это сделали кандидат наук потом начинается глупость еще то есть глупость она сейчас прокалывает вилами и заставляет вас чтобы весь свой сад прокалывали она подает кислород в это время там сложившаяся система яблони немолодые так сложившаяся система теперь она учит он стоит с граблями кучку видели сколько это все что они нагребли больше не было деревья почти без листа и вот она три раза проколола и сказала и продолжайте вот а вам чтобы участок ну я так прикинул участок 5-10 суток если у вас хороший сад вам придется прокалывать в течение 2-3-5 часов и кончится это тем что вы полностью разрушите в шире церковь она-то этого не знает она считает что она кислород подает вот такое инженерное решение это не все почему я говорю сейчас объясню теперь значит насыпали опилок специально их полили чтобы быстрее сгнило им оказалось мало извините что повторяюсь надеюсь на новичков кто-то же так и будет делать ведет федеральный канал бобер называется вот и все это полно все на сайте сейчас есть дальше он взял полил потом еще внимание он еще чем-то этим самым ну что-то такое солидол не солидол короче он еще чтобы они еще быстрее сгнили он еще взял вот так густым замазал может садовый варф в общем чтобы быстрее сгнило ладно а потом еще ну тут у меня нет этой фотографии он еще и взял липкую ленту еще липкую ленту обмотал чтобы уже точно сгнило и как можно быстрее когда вот это одно за другим глупость за номером раз глупость за номером два глупость за номером три глупость за номером четыре вот я думаю вот иногда так сказать а почему этого никто не верит они по центральному телевидению показывают никто ни один сервис не вступился а я-то раз десятый рассказываю примерно Никто не вступился за деревья, которые они умерщвляют на глазах всей страны. Я всё время пытаюсь понять как-то философски. Может быть, ведь ясно, что не будет деревьев, не будет яблок, не будет груш, не будет слив. Те ещё быстрее заливают, чем яблоки там. Груша, абрикос ещё быстрее. У нас сейчас куча обработок. Деревья не сразу погибают, они болеть начинают. Их начинают жрать насекомые. Мои-то не жрут, и у меня нету ядов в саду. А у них жрут. И они опрыскивают, и учат, и рекламируют эти же самые яды. И вот их до 40 обработок этих ядов. И эти яды уничтожают страну. Я представил себе запретить это делать. А стоит запретить, появятся сады. Они для этого не знают, что они творят. Мне интересно одно. Вот просто я всё время как философ. Вот скажи вот это всё дать прослушать, вернуть на, как называется, на машине времени, те несколько лет назад, когда они вот это дурачились, они всё это делали со смехуечками, вот, и сказать, ну теперь-то вы видите, что вы, сейчас вы будете калечить. Может быть, раздумаете. Тогда они не получат за эти полчаса, не получат их гонорара. Вот это интересно. До куда их распространяется, их, кто сказал, где-то совесть. Ну, на будущее хотя бы. Как бы сделать, чтобы они об этом узнали? Ведь я несколько раз показывал, ну неужели не дошло? Ну неужели нельзя убрать этот же ролик из этого, из интернета? Вот, а потом, смотрите, сюда. Нарюбовались. Сейчас чуть поменьше делаем. Вот. И попадаем ко мне в сад. Попадаем ко мне в сад. Значит, сегодня этот ролик, его искать долго. Мне присылают ролик, там человек берёт, вначале рассуждает, опять под этой всей листвой, они же не просто выгребали, они считали, что дерево спасает, грабляемого там чуть выше. Под этой листвой и опять такой ужас навели на тех, кто смотрит ролик, что там живут такие, которые обязательно дерево съедят. Дальше человек придумал систему, говорит, теперь у нас мы будем сжигать, но открытого огня не будет. Похвастался. А саму суть, что сжигать этого нельзя, наоборот, это каждый листик беречь на, а ему в голову не приходит. Вот. Я бы хотел провести бы эксперимент, и мне для этого власть нужна. Я бы эту пару бы, сладкую, которая один с граблями, другая с вилами, загнал бы сюда. Ещё бы не сейчас. Видите там дальше? Нет, нет, ничего. Там было выпалено 20 огромных абрикосов, и там было ещё гуще, чем тут. У меня есть фотографии на те годы. А вы их видели. Там толстый-толстый слой листвы. Вот. А это всё в обозримом виде, это 10 соток. Вот. Спецназ, наручники, привезли, сказали, будете тут сидеть, пока вы этот сад не приведёте в порядок, как вы понимаете. Вилы, грабли, сделайте всё, просто вы людям советуете. Дня через три встанут на колени. Вот. По это самое. Понятно, что это ещё и жизнь всё надо. Но жизнь, жизнь бы я им не стал, да, это самое. Но я бы просто сказал, вы поняли, чего советуете? Это же не вам делать, не вам прокалывать, не вам это. Вот. Вот эту фотографию я сделал специально для них. Впереди большая тема. Осталось полтора часа. Вот. Тема. Погибают люди, погибают и погибают. Что это у них? Или отдельный, ещё один отдельный фильм сделать? Да я уже сколько сделал, толку никакого нет. Я им даже предлагаю миллиарду сэкономить. Кто будет экономить? Спасти десятки, сотни тысяч людей от смерти, от увечья. Кто будет помогать, спасать? Всё. Не могу я дальше говорить. Полтора часа. И раньше я два часа говорил. А кто помнит первый вебинар? Три-четыре часа. И остановиться не мог. Сейчас я уже не тот. Сейчас мы делаем перерыв и переходим в то место, где не все наши, а самые-самые наши. Вот они тут сейчас. Сейчас они тут. Сейчас они тут. и расстанемся минут на пять. В общем, сдох я без отдых часов, только будет, получилось полтора. Я надеюсь, что раз мы меньше на полчаса сэкономили, может быть, ещё полчаса выдержите. Задавайте вопросы, кому что, дружите, обменивайтесь телефонами, обменивайтесь адресами. Я на кухню на пять минут. Продолжение следует... 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 Мне бы надо, чтобы кто-то позвонил по теме, вот тогда было бы интересно, что касается всех нас. Посмотрим, пока только поздоровался Кыргызстан. Так, участников 22. Александр Алексеевич, вы на месте, спасибо. Мне всегда на душе так тепло. Пишет, вы можете связаться со мной? Так, я ему отвечу, а то неудобно всё-таки. В Средней Азии это самовежливость. Так, прошу меня извинить, сейчас ещё не закончился вебинар, до конца второй час, и я не могу сейчас с вами разговаривать. От вас звонок был, правда, короткий. Попробуйте ещё один звонок, но через минут 40, ладно. Вот. Благодарю за внимание. Так, это я не вам. Поехали, Александр, привет, с Кировой Вятки. У меня работает ссылка на каталог семян. А, у нас есть запасный вариант. Так что, Александр, если вы меня слышите, повторите вопрос. Пришлите мне каталог семян. Я вам вышлю, другой вариант у меня. Брат Зарезов. Хороший компьютерщик, посвятился, сделал запасный вариант. Так. Жамалдинов, привет. О чём мы сегодня говорили, Николай. О чём мне говорили. У вас депрессия. Вот. Дальше не помню. Так. Знаете, хоть всё бросай. Что пишет этот чешский дизель? 500 штук, есть, есть, семена грушево-сурицкая. Да у меня их 10, 10, 7. Отвечу уже. Для меня это заработок. Я ему за полцены продам. Я не люблю молочиться. Так. Ответ пока короткий. И расстаёмся, пока не закончится вебинар. Значит, будет для вас по 10 рублей, а не по 20. Вот. 500 штук. Получится умножаем на 10. Всё будет. 5 тысяч. Значит, с вас 5 тысяч, видите, я не мелочусь. Вот, пересылка рублей 500. А, может, целая тысяча пересылка, потому что вы же хотели, что-то упоминали. Вы житель Кыргызстана, упоминали. Казахстан, так было? Ну, Казахстан, понятно, родной. Никаких проверок, никаких границ. Всё. Благодарю за внимание. Я поздравляю вебинар. Так, ёлки-палки опять. Бобровая луна. Это кто-то другой. Зайдёт над Россией в ноябре. Зачем нам бобровая луна? Она не так круглая. Так, ладно. Брат поздоровался. Вадим, добрый вечер. Марина, добрый вечер. Марина, добрый вечер. Олег, добрый день. Семён Алтай. Привет передает всем. Салах из Питера. Так, Салах. Помимо-то не русское. Ну, в данном случае не имеет значения. У нас у садоводов границ нет. Значит, всё я сделал. Один из моих лучших друзей живёт в Сурской области. Вы знаете, где он находится. И тогда, значит, я его сказал, пришлите мне, пожалуйста, для меня технологию посадки косочек, персика с раскалыванием, с раскалыванием этих, и подпись ученик железа. Он меня учеником, а я его учеником называю. Это называется взаимообогащение. Если бы вы видели, как первых успехов он добился с персиком хасанским. Я уже, я это самое, скоро буду валидол пить. Вот. Скоро валидол буду пить. Среждение Сали. Ладно, вы меня не слышали, я этого не говорил. Так, Антон. Колесникова, добрый вечер. А, кто-то, что-то тут опять прислали. Самая мощная полмолуния на этот год. Господи, зачем мне это знать, это информация? Что только не пишет. Так. Значит, Арсен. А, Колесникова, тот на месте, как всегда. Арсен, здоровый учитель, терпение. Спасибо за слово, учитель. Смотрите, всем здравия. Арсен Николаевич, восхищен вами. Восхищен. Вот. Фактически мы два сапога пара, с тех пор, как не стало. Латинкова в моей душе, я считаю, в интернете тоже, вы заняли его место. Нету, неправильно я говорю. У вас свое место. Просто у нас было три сапога пара, а теперь будет два сапога пара. пока я жив. Вот. Поэтому я, именно вот так выглядит мое восхищение вами. Два сапога пара. Лабасов. Привет. Нижний Новгород, Вера. Привет. Семен. Валерий Костиневич, скажите, какие сроки сертификации для основных пузовок утром. Так, Семен, вы знаете, что я сейчас делал? Я не дошел до вашего письма. Вот. Не письмо. Целая статья. Я поражен вашим этим уровнем. Вот. Ну-ка, опять про Луну. А, ладно. Все это потом. Так. Все это потом. Значит, поражен вашим уровнем, когда вы написали своими словами, что манилии и парши не существует. И тут я впервые, сколько мы друг друга знаем, уважаем, я впервые с вами не согласился, Семен. Я не дошел до вашего большого добротной статьи. Вот. Только не сомневайтесь. Никто никогда вашу статью не напечатает. Знаете, почему? Потому что это то же самое, что прийти в церковь и доказывать, что Бога нет. Вот. Это то же самое, что прийти на партийное собрание коммунистов и доказывать, что Бог есть. Поняли меня? А то, что единственное, с чем я не согласился, манилия есть, вот парша есть, но это не причина. Тут вы правы. Уничтожение деревьев. А следствие уничтожения справа уничтожаем, справа умертвляем. И только на мертвые деревья садится это самое. Ну и чтобы эту мысль еще раз подчеркнуть, сейчас я чуть-чуть провисну. Вот. А можно, вы знаете, куда я сейчас зайду? А, у меня, и вот сейчас вот это. Ладно, буду искать в другом месте. Не готовился, не готовился. Все это я пропускаю, пропускаю, пропускаю. Узнаете? Этот знак спасет миллиона жизней. Поговорю в следующий раз. Нет, не так. Что это? Этот знак не спасет миллионы жизней. Потому что его никогда не признают. Вот такая страшная правда жизни. Сейчас, сейчас, сейчас. Найду, не найду. О чем будет поговорить в другой раз? Представляете? Вот, вот что мои ученики творят. Теперь уже не я учу, они учат. И как учат, видели? Здорово. А, вот, вот, так, Семен, Заика, Манилес, Вишня, это миф. Я только за это выражение, значит, я бы вам Нобелевскую премию поверчил. Имеется в виду, Манилес Вишня, как причина гибели Вишни. Вот, добавить надо. Манилес Вишня, как причина гибели Вишни. Это миф. А сам Манилес существует, вот он. Скоро калечим, потом получаем по полной. Вот. Ну, я не виноват. Я увидел ваше это. Открываем. Вот он, у меня сверстный. Смотрите, просто у меня ни сил, ни времени не хватило. Кто-то может вот это вот взять и вот смотрите, потом открыть это же самое ссылку, дойти до сюда, это сколько-то, два прошло, да? И вот это вот я рисую, вот, видите? Грибковые заболевания это часто последствия вредительских неосуданных действий. Видите, это почему я придираюсь к вам, Семен? Грибковые заболевания, нету грибковых заболеваний, не существует, нету их. Вы уже рядом, уже все, тепло, 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 но не горячо. Не грибковые заболевания, сочетание слова грибковых заболеваний, а их нет в природе. Это неправильно, Семен. А вы уже ближе всех подошли к этой теме. И вот тут я выложен был, манироза в паршине существует, существует, но не как заболевания, а просто существует, не существует их как причины заболеваний. А они есть. Вот вы сами нарисовали, вот они, они есть. Ну, в общем, с вами разобрался, но давай только, Семен, без обид, хорошо? Вот, у меня судьба такая, быть самым внутренним, потому что больше никому. Для всех манироза это ужас. Это значит, сейчас берем скребок, начинаем это выскребать, выскребать, потом замазывать, опрыскивать. И эта дурь соседствуется в это самое, миллионах садов. Вот. Знаете, сколько уходит ядохимикатов на эти ошибки? Когда калечат дерево, а потом требует его это, требуется его якобы спасать. Миллионы тонн ядохимикатов, я не преувеличил. насекомых, да, спасайте. Когда в течение лета несколько раз делают обрезку плодовых полносящих деревьев, ради того, чтобы получить не просто плоды, а калиброванные плоды, назовем их товарные плоды, товарный вид имеющий, ради этого она сопровождается потерей иммунитета и огромным количеством и огромным количеством насекомых. Кстати, если бы я ерунду поговорил, да, Ребрик Александр Алексеевич, главный редактор, здесь бы не присутствовал. Он здесь присутствовал сотни раз. И на моих семинарах в Москве присутствовал. Вот. Не было бы его тут. Сказал бы, железок сегодня полет. Раз он здесь, значит, все правильно. Ну, в общем, вот дочитают пусть все. Еще раз. Только не обижайся. Манерез и Парша существует, но не как причина, а как средство. Вот это, а как так получилось? Извини, дружище, но получилось так, что просто получилось, что подвернулся, подвернулся под рук. Вот, смотри, возвращаемся, где мы были. Вот он, вебинар. Вот. Так, ну, что еще от Семена есть? Срок сертификации отвечать? Я примерно сказал, три-четыре месяца персик, два месяца персика. Так, подзиму садите вишни, подзиму садите лещину. Остальное можно лучше сходить весной. Еще раз, три-четыре месяца срок сертификации персика, три месяца слива. Это средний срок. Я специально вам показывал, что два слива очень похожие, близкие, родственники, но одна сходит раньше, другая позже. Помните, красный, желтый, красный, синий. Поэтому цифры мои средние, это три месяца, абрикос полтора, два, яблони месяц, сливы, нет, эти, груши два месяца. Чего я забыл? Чего я забыл? Черешник, сам не знаю, брать не буду, никогда не пользуюсь материалами из интернета. Никогда не садил, никогда не садил. Вот и всё. Вам рассылал, а вы уже сами. Мне говорят, а сколько? Я говорю, в интернете ищите, тренируйтесь, зайдут, расскажите мне, а я всем. Не взойдут, расскажите мне, а я всем. всё сказал практически. Так, а не зрительство коротко. Так, опять Семён. А нет, Вера идёт по очереди. Так, парень конца через. Думаю, как лучше укрепить персики на зиму, сделать чумы, как у Теребаева, или коробки, как у вас, не поселятся мыши, или просто снегом засыпать с головой. Значит, все три варианта вы уже упомянули, и есть ещё варианты, которые промежуточны. Ой, Вера, Вера, я же на каждом вебинаре рассказывал, ещё в фильмах рассказывал, что мне сейчас-то делать. У меня специальные подборки в фотографии нет, тут фотография, в другом месте фотография, вот в третьем. Значит, если вы сейчас, ну, давайте приготовлюсь в следующем разу, но ещё не поздно, потому что ещё снега-то нет. Вот. Давайте я в следующий раз вам отвечу. Ну, не могу я так набегу. Моё, богатство моё, вот, это, и как у этого была, седина моё богатство, это и это, фотография моё богатство. Ещё вопрос, при какой, посмотрите, температуре пора укрывать персик. Вы должны точно знать, что не будет возвратных этих потеплений. Минус 10, 15 они выдерживают. Вот. Тут знаете, как рано укроешь, приют, вот, как когда они спят. А 10, 15, минус, уже знаете, что уже ноябрь, уже всё в порядке, уже, если потепление будет, но тогда наоборот, у вас под укрытием, она, дерево может даже не почувствовать и не проснуться. Чем хорошо укрытие, что и тут оно, значит, минус, потом бах, тепло, 5-10, только почки проклюнулись, оно, допустим, вот так растёт. Почки проклюнулись, бах, только они зазеленели, и второй бородство их убивает. Значит, укрытие, в том числе, спасает, вот, предевременное пробуждение. В частности, эти же чумы чернобаева, но это сложные чумы. Вот. В корнобарнике садут, все проблемы нет. Ну, хорошо в двух словах. Накрыли коробкой картонной, края обсыпали, а потом снег появится, ещё и сверху насыпать. По жменьку отравленного зерна под эту, под эту же коробку. Вот. Можно тряпкой накрыть. Помните, я показывал, 4 коротких столбика купили, саджинец на боку лежит. Сверху тряпку, чтобы вложилась в дни на саджинец, а на эти 4 колышка. Ну, вот, считайте, я всё и рассказал. Так. Валерий Константинович услышал про гибриды манджурского и грецкого ореха. Зимастойка 138. Можно ли пробовать для себя? Ну, конечно, можно. И речь идёт до сих пор сам из них раскочено. Я не говорю, что лучше. Я не говорю, что он самый надёжный. Был орехидеал. Орехидеал это из гибридов. Манджурского ореха и грецкого ореха. Один раз мне плоды прислали. Они были, конечно, не манджурцы, которые можно, которые можно, это, лоб пробить, если кинуть. Вот. Они были всё-то средние. Плоды, плоды, не плоды, а эти сами орехи небольшие. Мякоти там было достаточно, если разобраться. Вот. У меня они всё равно замерзли. Вот. А тогда там они чуть-чуть понадёжнее, чем манджурец. Нет. Чем грецкий. И всё-таки не манджурец. Вот. Теперь, что касается чисто манджурских орехов. Они в разных краях, в разных регионах растут по-разному. И дают разные плоды, и дают разную шкалупу. И мякоть. Вот. Допустим, чем мои, почему я так горжусь ими? Ну, я тут не виноват. Достаточно ему вопросов взять, достать хороший этот, как это называется, соседов один на двоих достали. Хороший экземпляр. Он и сейчас даёт достаточно. У меня сейчас банок 5-6 с этими орехами трёхлитровых. Правда, их никто не покупает, но это уже другой вопрос. Но если их расколоть, там достаточно мякоти, чтобы, пусть её в три раза меньше, чем грецкий. Но разбиты три штуки, можно вымочить в воде. Специально я показывал. Берётся чурбан. Всё, такой, вот такой, вот такой. В серёжке делается небольшое углубление. Ставится углубление на попа мажурский орех. Молотком пах, раскалывается, и, как правило, половина случаев готовая еда, а половина случаев, ну, наверное, поковыряется в этих разбитых половинках. Но его можно наесться. Вот чем мой экземпляр хорош? А то приходит письмо из этого, из Европы, забыл же какой. А у нас тоже манджурские орехи, а у них накоди вообще нет. Вот тогда и узнал, что завожал свой. Вот, так что вырастить это дерево долго ждать, но зато дети есть, внуки есть. А ведь это не просто, это набор витаминов, это набор уникальных лечебных свойств. Это и онкология, это и это самое, и сахар. Все, 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 все. Вы уж думаете, почему у меня банки стоят, мне никто их не покупает. Раз в месяц в десяток купит кто-нибудь, а то и так все. Мне три штуки больше не надо. Вот это есть. Так, как мог объяснил. Так. Вера, Вера, Валерий Костинович, еще вопрос по протоколу. Мне нравится. А, по приколу, по приколу. Ваш фильм посмотрел, возник вопрос, можно ли посадить саживец на постоянное место, а вместо засыпки грунтов засыпать его например, листвой или лапником. Высоко, высоко. не хочется грунтом засыпать, потому что весной это будет грязь. До саженца не докопается, он весь измазанный будет. Надеюсь, мой вопрос понятен. Хочется понятен. Дело в том, что эта листва под ней все сгнивает. Гнить начнет. Вот что. Листовая то же самое мульча. Я терпеть не люблю. Давайте все-таки грунтом. Не обязательно черным, не обязательно как он называется, черноземом. Супись, супись, супись. Засыпайте супись, не будет никакой грязи. Так, Семен, скажите, какие могут быть причины неплоотношения степной вишни в возрасте. В возрасте, но имеется в виду, наверное, в хорошем возрасте, взрослой возрасте. Неплоотношение. У меня даже когда степная одна была и так водоносила. Ой-ой-ой, что же отвечать-то? Степная вишня самая растойкая в мире. Степная вишня не боится ни морозов, ни ветра, ничего. Ее кустарниковая форма позволяет ее прижимать к земле. Это тоже плюс. Ну, давайте тогда хотя бы догадываться. Не садите по одиночке минимум три дерева, чтобы попыряли друг друга. Знаете, когда-то, чуть-чуть шею возьму, Итак, откровение наступило тогда, я здесь использовался. Я до конца все знать не могу и проверить все не могу. Я проверил столько, что, наверное, больше, чем все сибирские научно-системные институты, все эти опытные станции и прочие ГСУ. Один я больше. Это я точно знаю. Потому что, когда я брал три разных изданных книги, в них опять стоял. Сделаю штамп, раскрою крону, колеч-колеч, закапываю поглубже. Один самый крутейший специалист написал косточки садить абрикоса на 10 сантиметров. А другой, который сейчас действует, тот на том свете, пишет еще на 20 сантиметров. А у него сухой климат раз, у него сухая почва два, и у него не гибнет сразу, как у других, у кого сразу грина, чернозем, а он как будто не знает, что в стране большинство грины и чернозем. Вот так бывает. Получается что. Вот. Значит, надо будет вам что делать с Семеном. Например, да, откуда я взял это? Читаю, а я впитываю себя, я не только говорю, что все неправы, перебываю, я читаю. А вишни себя плохо опыляют. А им надо для опыления черешей, тогда будет прекрасно рожай вишни, не череша вишни. Я в себя это впитал. А дальше, а чем мне жок, что ли? Метр вишни через метр череши, через метр вишни, через метр череши, пусть кроны совкнулись, выражают сумасшедшие, что мне еще надо? Проверять это я уже не могу, я и так напроверялся, сколько мне можно взять, посадить в одном углу сада вишни, в другом череши и смотреть, что вишен мало и черешен мало. Я не то, чтобы поверил, что вишни оправляет черешью, а черешня вишни. Я просто сказал себе, да и проверять не буду, я посадую через метр и все, и у меня я сворожаю. Во, у меня и вишни и черешня. Вот так вот я отвечаю. А у вас получилось что, Семен? Значит, степная вишня двадцать, не продоносит. Если вы скажете, у меня пять или десять, тогда действительно, еще не факт. Вот, когда-то оно могло коснуться Сибири, могло не коснуться, но началось это в Европе. Массовая гибель вишневых деревьев. Так? Разделения на этих не было, на этих самых штамбовой вишни и кусальниковой вишни. Степная это кусальниковая вишня. Тут же штамбовая, но они тоже дают отводки. Вот. И разделение на вишни штамбовую и кусальниковую они условные. И когда это было дело там, попадает, моя любимая тема, попадает в поселок одно-единственное дерево вишневое. Ну, кто-то взял в соседней деревне, там, ну, я сейчас заработаю у сусида пляжку заработаю. Вот. Куда денется и это, вот, приезжают к нему на это, на телеге, там, закутанную в тряпку, мокрую лежит, саженец, сусеет, и от этого саженец садись куда-нибудь. А как только посадили, говорит, наливай. Так вот, он растет. Через несколько лет вокруг него появляются северцы. Вот. Он может плодоносить. Ну, я же говорю, котсочек съедает мыши так, ой, как они их чувствуют. Тысячу костек упадет, тысяча плодов, и вся тысяча будет сожрана. Ксансу ноль остаются корневые отводки. И вот он обрастает корневые отводки. Что получается? Отсадил, и теперь едет другому соседу договариваться. Вот я тебе посажу сейчас, наливай. И вот смотришь во все деревни. И в деревне, а потом появляется еще 50 или 100 лет. Вот уже перешла границу, Россию покорила, европейскую Россию. Вот уже Чехов пишет вишневый сад, когда вазами в город возили. Ужас, какие урожаи было. Но была одна особенность. Они все родственники. И проходит время, и начинается что? Усталость генетическая, генетическое вырождение, генетическое бесплодие. Вот и все. А к этому добавляется секатор, 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 секатор. Ах, она густая, поэтому поводов мало, давай я осветлю. Вот это было и сейчас есть. И вот поэтому если у вас выжите не понятие, чем я намекну, у вас от кого степна вишня? Не от меня, я степную тоже размножаю, но вряд ли моя и ваша родственники. А вы штамбова вишня, Семенов. Вот штамбова вишня для вас бесплатно. Вы же участник от чего? Все, кто участвует, помогает мне вести вебинар, вот как вы сейчас пожалуйста. Сотню косочек явно вот так вот просто для меня это жменька. Я высылаю, всадите, придется ждать пока вырастет. А когда вырастет, так, тогда у вас вдруг и та заплодоносит, которая уже взрослая, и эти заплодоносит, потому что та полететь. Все, высказался. Высказался, высказался. Так, Алексейка здесь. Елена, не знаю, какая Елена. Хочется добавить Елена, прекрасная. Вот. Есть пара фамилий новых. Так, Хан. Если Хан это мой друг из этого самого Извининского Детска, то я рад, потому что я, по-моему, давно не видел его. Вряд ли это другой Хан. Вот. Если это доктор Хан Извининского Детска, то я рад слышать дружище. Про его технологию надо особо рассказывать. Другой раз забуду. Ой, что делать-то? Да нет, время вышло, я уже не буду. Если вспомню в следующий раз, фотографию уже найду. Так, Петислав, если слышишь меня, если это ты, а по-моему Духанов, Духанов так было бы тесно, фотографии нужны. Заплодилось или абрикосов? Пусть поздно. Пусть на этих, на холмах. Который сделал благодаря Котлованову. Вот. Я сейчас не остыл к этой теме. Ведь когда я ходил с рамками по твоему участку, это сплошное поле, высокая, гипотогенная зона. Почему? До воды полтора-два метра. Как там можно было садить? Что ты сделал? Я не видел этого. Экскаватор бульдозерли. Выкопал водоем, заполнил карасями, красивыми такими, которые есть огрешно. Вот. И лишняя вся почва оказалась в виде гряды. Вот. И на гряды ты посадил абрикосы. И дождался урожая. Но прошли еще годы, может быть, уже давно ничего нет. А кто его знает? Угряна имеет какие свойства отрицательные? Поливать надо больше. С нее вода скатывается, как с гуся. Вот. И корни быстрее замерзнуть могут. Вот. Но зато упрямство я его уважаю безмерно. Приятно, что на каждом области есть свой помощник и единомышленник. Так что я рад, что я тут увидел слово хан. Вот. Свиньин Михаил благороднейший человек. Сколько раз ты деньги присылал на фильмы, на эти. Я же говорю, мне везет. Просто мне так везет. Вот. Мне так везет. Ну что, будем прощаться на сегодня достаточно. так, друзья, благодарю за внимание. Если вы еще лайки поставите, язык не поворачивается, клянчен. Если вы еще и разошлете эту же самую ссылку по друзьям. Ну, разве не обидно? Последний раз на 100 человек меньше, чем предпоследний. Ну, куда мы идем-то? К нулю? Все. Благодарю за внимание. Это я чуть вас не отругал. любя, любя. Я всех вас люблю. До свидания. Нет, можете заказы не делать. Я все равно вас люблю. с юлием. Спасибо. Отпустимы. Продолжение следует...